Станция технического творчества открыла свои двери для дошколят и учеников школ сентября прошлого года. В учреждении работает 14 кружков технической направленности. Ребята посещают кружки робототехники, начально-технического моделирования и лего-конструирования. Также арт-дизайн и 3D-моделирование, инженерная графика. Возраст воспитанников зависит от тематики кружка. Так в направлении арт-дизайн занимаются ребята дошкольного возраста. На занятиях они работают с пластилином, бумагой, подручными материалами и даже обычными полотенцами. Из полотенца мы делаем различные фигурки. Они приносят из своей полотенца, и мы показываем, как в ванной можно сделать из полотенца различные фигурки. Для ребят старших возрастов на базе учреждения работает кружок робототехника. Прежде чем обучаться по данной программе, ребятам предстоит пройти курс в кружке лего-конструирования «Первый робот». Ребята учатся азам конструирования, а также первые шаги делаем в программировании. Ребята здесь обучаются два года, и после этого мы их переводим в следующий класс – это введение в робототехнику. Робототехника – это техническая область, соединяющая в себе математику, механику, схемотехнику, программирование и информатику. Те, кто сразу придут, они не смогут этим заниматься, и это нужны годы, чтобы понять, где программируются и собираются роботы. Сегодня станция технического творчества проводит выставку творческих работ по программам «Робототехника», «Лего-конструирование», «Перворобот», «Арт-дизайн» для ребят дошкольного и школьного возрастов. На выставке воспитанники учреждения демонстрируют изделия декоративно-прикладного искусства, а также роботов-лабиринт, робофутбол, животные и счетчик-траектория. Выставка творческих работ продлится до конца мая. Также в рамках выставки проходят мастер-классы по направлениям «Компьютерный дизайн», «Робототехника», «Лего-конструирование», «Перворобот» и «Арт-дизайн». Екатерина Тихонова, Сергей Кравчук. Новости Губкинского.